В 20-е годы нашего столетия Воснецов напряженно работает над завершением поэмы-сказок. Начатых им в основном в начале века. Жизнь трудная, в мастерской холодно, но художник, которому было уже за 70, ни на миг не оставляет работу в светлые часы дня. В творчестве смысл его жизни. Ему дорога мысль продолжить, развить то, чему он посвятил всего себя. Нельзя сказать, что в последних своих работах он превзошел ранее созданное. Усталость, годы давали себя знать. Тем не менее, эти сказочные картины достойны пристального внимания и в живописном отношении, и в скрытых в них символических смыслах. Это касается и спящей царевны. Она была задумана еще в 1882 году. Сохранился эскиз картины, красивый по колориту. В нем чувствуется что-то действительно волшебное. Художник закончил картину в 1926 году, незадолго до смерти. Французская сказка Перо о спящей красавице послужила лишь первым толчком, потому что картина совсем не о том. Недаром девочка-семилеточка заснула на глубины книги, полные вещек предсказаний и мудрых обобщений. На открытой странице художник процитировал премудрые строки. Страницы загадочные, недочитанные, хотя в самой песне есть на них ответ. Спит до лучших времен древнее русское царство-государство. Красные маки не увяли. Еловые леса не засохли, зеленеем березки. Русь ждет своего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова